Роберт, включи, если найдешь ролик про супермаркет, нет, про Молл Топанга, из которого было украдено товар на 300 тысяч долларов. Молл Топанга находится через дорогу от Уолтер Мэрио Центр. Это мой молл, моя знакомая продавщица, у которой я покупаю одежду, работает в Молле Топанга. Она выбирает мне одежду, и я иду и покупаю ее. Вот он, молл, включай ролик. Давай посмотрим. 300 тысяч долларов. Политика Калифорнии. Вперед, Калифорния. Это безумие. Ага. Гляньте на парня, который не знает, что делать. Мне забрать майку или пора уже бежать? Вау. Гляньте на эти дорогие сумочки, прикрепленные к полкам для защиты от кража. Он просто забрал их вместе с полками. Окей, хватит. Итак, это Калифорния, верно? А теперь я расскажу вам об их идиотской политике. Так что послушайте. Представитель из Сан-Франциско, Кайли, сказал, что преступность выросла настолько, что... Готовы? Что работникам сказали не приезжать на работу. Можете, пожалуйста, показать эту статью? Им сказали не приезжать на работу. Что это, черт возьми, значит, вы им сказали не приезжать на работу? Ну, потому что это небезопасно. Для их работников. Как вообще можно было такое сказать? Мы что, живем в стране третьего мира? Итак, продолжим читать дальше. На какой там был страница? Страница 15. Окей, читаем дальше. Итак, представители Кевин Кайли, Калифорния, говорит о стремительном росте преступности в Сан-Франциско из-за ужасной политики, политрадикалов и общественного упадка. Из-за того, что творится вокруг федерального здания, согласно меморандуму Департамента здравоохранения и соцзащиты, служащим было сказано оставаться дома. Ведущие бизнесы, включая Холлфуд Нордстрим, Стимобайл Сакс и Антрополоджа, уже покинули Сан-Франциско из-за преступности, которая, по словам Кайли, вызвала полный городской коллапс. Убийства, грабежи, угоны привели с 19 по 22 к уменьшению жителей. На 70 тысяч этот исход из Сан-Франциско стал результатом преступности в богатых районах воровства и наркоторговли, сравнимых с 80-ми, а также невмешательством полиции. Это все последствия плохой политики, и расплачиваются за нее люди. Том. Роб, отмотай-ка немного назад эту статью. Еще, 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 еще. Я хочу зачитать один абзац. В меморандуме здравоохранения и соцзащиты работникам рекомендуется максимизировать удаленку из-за условий вокруг 18-этажного здания, в котором находятся различные федеральные органы, включая Минздрав и Минтруда и Минтранспорта. И так люди, из-за которых это все творится, теперь не могут выйти из своего замка. Да. Люди, виновные во всем этом, теперь такие, не подходите к замку, здесь небезопасно. Это просто взрыв мозга. Это не то правительство, которое скажет, эй, ситуация тут очень плохая, нам нужно защитить наших людей. Уходите из посольств в этом городе, так как тут творится всякое, так что держитесь подальше. Нет, это правительство говорит не это. Это чертово правительство говорит, мы хотим, чтобы наши люди держались подальше от нашего здания, так как наша политика привела к этому бардаку. Но мы не хотим нести за него ответственность или пытаться его исправить. Я в шоке, я просто в шоке. Да, я читал статью. Нет, не ищи ее, Роб. Они сказали Нэнси Пелоси не приходить в это федеральное здание, так как это место заполнено... Я видел его, там повсюду торчки, наркоманы, но... Подумай, Том, она и домой поехать не может, так как когда она дома или когда ее там нет, то там какой-то голозадый мужик пытается, ну, знаешь, выпить кофе-ку с ее мужем. Обычный вторник. Это обычный вторник в доме у Пелоси. Это потому что артист поет «Пришло время насилия». Вот что я вам скажу, вот почему мне нравится Флорида. Дай-ка я тебе кое-что скажу, дружище. Мы тут говорили про Белоснежку и про Дисней, и я хочу провести аналогию с тремя медведями. Если слишком далеко зайдешь налево, то попадешь в чертову преступность Сан-Франциско. Если слишком вправо, то крайне правая западная Вирджиния и... все такое. А во Флориде добро пожаловать в розовую Флориду, где иногда чуть больше красного, как сегодня, иногда чуть больше голубого, тоже неплохо, но она нормальная и свободная. И ничего из этого бреда от крайне левых или крайне правых здесь не происходит. И вот поэтому я люблю Флориду. Но, Пат, ты можешь себе представить, это ведь все последствия этого идиотского «распустим полицию». И вообще, какого черта ты, как губернатор, говоришь, «Знаете что? Все, что ниже тысячи, девятьсот восемь, например, мы даже не будем вам препятствовать. Если ты работаешь в магазине, то тебе нельзя пресекать кражу, а то мы тебя самого». Это не сможет долго продолжаться. Это не сможет долго продолжаться. Это ужасно. Ибо у плохой политики есть последствия, мы должны в это верить. Вера, надежда, информированность — все вместе. Если у нас есть вера, надежда, информация и бесстрашие, то мы есть друг у друга. Точка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова